Здравствуйте! В эфире телеканала ННТ новости Дагестана. О последних событиях вам расскажут наши корреспонденты и я, Белла Ахмедова. В начале выпуска краткий анонс главных тем. Бросил гранату и убежал. О ночном происшествии в Махачкале расскажем в самом начале. Старые и новые купюры снова в обороте. О каких банкнотах речь узнаем в выпуске. Более 50 миллионов просмотров в сети и долгожданное живое выступление. Шоу «Битва за лимон» теперь и на сцене. Больше не Елены Есенбаевой. Стадиону в центре Махачкалы ищут новое название. Бросил гранату в частный дом. Инцидент произошел в Махачкале накануне ночью. В 11-м часу вечера в окно второго этажа домовладения по улице Хизроева, принадлежащего 65-летнему мужчине, неизвестно закинул гранату и скрылся с места. Как сообщили в МВД региона, в результате взрыва жертв и пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело по статье хулиганства. В Дагестан вернулись купюры номиналом 5 и 10 рублей. Обновленные банкноты теперь можно встретить в любой торговой точке – в аптеках, кассах магазинов и общественном транспорте. Данные банкноты существуют уже давно. 5-рублевые купюры выпускали с 1998 года, а 10-рублевую – с 2004 года. Но до мая этого 2023 года почти не встречались из-за редкого выпуска. Официально купюры 5 и 10 рублей из оборота не выходили. В нулевые годы эти банкноты пользовались спросом, но быстро изнашивались. Поэтому Банк России решил постепенно заменить их на более долговечные монеты. Однако себестоимость металлических монет выше, чем бумажных. Кроме того, монеты не возвращаются в платежный оборот, оседают в копилках, либо теряются. Это и повлияло на перевыпуск 5- и 10-рублевой банкноты, и срок их службы теперь продлевает специальное покрытие. Достоверность этих купюр можно определить по водяным знаком, расположенным на купонных полях. Полный перечень признаков подлинности можно найти на официальном сайте Банка России. В парке имени Ленинского комсомола прошла церемония открытия капсулы времени в рамках празднования 80-й годовщины завершения битвы за Кавказ. В мероприятии приняли участие глава Дагестана Сергей Меликов и находящийся в республике с рабочим визитом президент Международной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев. Напомним, капсула времени – это послание, предназначенное для будущих поколений. Оно закладывается в основании строящихся зданий, объектов, инфраструктуры, памятников и так далее. И к другим темам. За прошедшую неделю в фонде «Инсант» закрыли 11 сборов, и все они были открыты для лечения и реабилитации детей и взрослых. Не у всех хватает средств оплачивать несколько раз в год лечение, которое стоит сотни тысяч рублей. И тот «Инсант» проделывает колоссальную работу, которая организована и выстроена как по нотам. Благотворительные организации не только помогают нуждающимся, но и консультируют по разным вопросам. Особенно много забот у медицинского отдела фонда. Зачастую к ним обращаются люди, минуя медицинские учреждения, где им может быть оказана необходимая помощь. Не забывать про их здоровье. Потому что нервно-психическая травма, стрессовые ситуации, бессонные ночи, это дает о себе знать. Они становятся раздражительными, они становятся реликор ранимыми, всеми возникают проблемы. Поэтому я бы сказал, что у нас в республике имеется государственное бюджетное учреждение, психотерапевтическая поликлиника Министерства здравоохранения Республики Дагестан по улице Ирчи Казака. Чтобы эти мамаши и обращались, и участковые терапевты, и педиатры, их направляли туда, чтобы они знали, что там их встретят, там им помогут. И гораздо легче им будет переносить вот это напряжение, которое они испытывают из-за тяжелого состояния своих детей. Более 50 миллионов просмотров в сети. Самое узнаваемое шоу в республике и за ее пределами. Битва за лимон выходит на сцену. О том, как проходит подготовка к живому выступлению, расскажет Карим Гамаев. Впервые на сцене всеми любимое и известное дагестанское шоу. Узнаваемость, просмотры и популярность давно уже вышедшие за пределы республики. По словам организаторов, билеты на шоу покупают даже из-за границы. Мы очень часто выступаем перед большой аудиторией, поэтому мы... Ну ты волнуешься? Это что, первый канал или что это? Почти, почти. Ты волнуешься? Сейчас? Да. Сейчас нет. Исуп, наш стол поставим, да? Который со студии привезет. Стол, да? Ковер же будет? Да, наш же ковер будет. А эти вешаем сюда, да? Где будет стоять стол и стул, свет и камера. Здесь важно все. Сейчас идет большая работа по оформлению сцены и зала. Все для того, чтобы зритель чувствовал себя максимально комфортно и ушел с положительными эмоциями. Ассаламу алейкум. Я хочу вас пригласить на такое крутое мероприятие, которое состоится 22 июля в 19 дагестанской госфилармонии. Смотри, вот один билет тебе, один билет тебе, один билет мне. На шоу приглашено большое количество почетных гостей. Ну и, конечно же, сами участники выступления, имена которых организаторы пока не раскрывают. Нет, нет, это нет, это нет и еще раз нет. А у нас практически все готово. Мы собрали программу, определили гостей, которые будут на сцене, определили гостей, которые будут в зале. В общем, все готово практически. Мы только ждем зрителей. Напоминаем, битва за лимон 22 июля, летняя площадка Даг госфилармонии в 19.30. Для тех, кто еще не успел приобрести билеты, номер для их заказа вы видите на экране. Карим Гамаев, Дауд Гасанов, новости ННТ Махачкала. А, да, всем салам алейкум. Просто... И к новостям спорта. Уже не имени Елены Исенбаевой. Стадиону в центре Махачкалы могут вернуть старое и народное название труд. После отъезда в Европу и известного заявления двукратной олимпийской чемпионки на ее малой родине в Дагестане разгорелись нешуточные страсти вокруг названия спортивного объекта. Своё мнение по этому вопросу озвучил и Сергей Меликов. По его словам, 6 лет назад решение о переименовании стадиона в честь легкоатлетки было принято скоропалительно и без учета мнения горожан. Будет правильно, если новое название объекта выберут сами дагестанцы, написал глава республики в своем телеграм-канале. Минспорту региона и мэри Махачкалы уже дано поручение организовать эту работу. Чемпион мира по боксу Шарабудина Таев проведет свой пятый бой в профессионалах. 22 июля в Екатеринбурге Махачкалинец встретится с мастером спорта России Наилем Джандалиевым. Этот поединок пройдет в рамках турнира Лиги RCC. Завоевавший в мае этого года титул чемпиона мира среди любителей Атаев изначально должен был сойтись с Акбаржоном Аскаровым, но по медицинским показаниям соперник был вынужден отказаться от боя. За несколько дней до турнира на замену ему выйдет молодой Наил Джандалиев, который ранее также выступал в профессионалах и кулачных боях. На сегодня это все. Смотрите наши выпуски также в соцсетях. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин